Венецианские историки утверждают, что Венеция родилась в полдень 25 марта 421 года. Что не очень убеждает? Ну тогда не будем об этом. И не будем о гунных. Я просто процитирую, расскажу и покажу Венецию такую, какой ее вижу я. И пожалуйста, вам колокола. 7 часов утра. Венеция не всегда была такой красавицей. Есть предположение, что вначале это было что-то по-детски милое, очаровательное. Зеленая лужайка, на ней колодец для сбора пресной воды, деревянные домики с камышевыми крышами. В 810 году Пипин Итальянский, сын самого Карла Великого, решил пойти войной на вагону. Дождь бежал на остров Ривуальто, Пипин за ним, но был отлив, и флот его плотно завяз в топких болотах. И с того времени местом пребывания Дожа стала островная Венеция. Так было безопаснее. Думаете, Венеция X века была такой, как сейчас? Трудно даже представить, что по этим прекрасным улицам, мостам и площадям, впрочем, их тоже тогда не было. Бродили свиньи и козы, ездили всадники, меся копытами вязкую грязь. А вместо горбатых узорчатых мостов были плоские деревянные настилы. Любой средневековый город имел крепостные стены, а Венеция была другой. Во дворце Дожи можно прочесть такую надпись. Город Венеция благодаря божественному промыслу был воздвигнут на воде. Окружен водой, и крепостные стены его вода. Таким образом, кто бы не осмелился каким-то образом нанести вред этим водам, должен быть осужден как враг страны. Что делали с врагами страны, мы с вами знаем. Их вешали за ноги на пьецетте между двух столбов здесь недалеко. По утру жители Венеции, спешащие по своим делам, могли лицезреть на пьецетте между двух столбов тело в роскошных одеждах, повешенное за ноги. Так серенисье макарало заговорщиков и предателей. Крылатый лев с восточной колонны много видел на своем веку. Кем он был до того, как стал символом Святого Марка, неизвестно. Возможно, персидской химерой, которой впоследствии приделали крылья. После падения Венецианской республики стараниями Наполеона льва поставили охранять покой дома инвалидов Парижа. И в Венеции он вернулся только после Венского конгресса, разбитой на 84 осколка. После реставрации он вернулся на свое прежнее место. В 828 году случилось нечто, что, несомненно, повлияло на развитие города. Сюда привезли мощи Святого Марка. Говорят, что Марк еще при жизни спасался от бури на острове Реальто. И тогда ему явился лучезарный ангел со словами «Мир тебе, Марк! Твое тело когда-нибудь упокоится здесь!». Прежним покровителем Венеции был святой Теодор. Вы видите его на одной из колонн Пиццетты, поражающем крокодилы. Хотя это не совсем крокодил, скорее змей. Он Теодор византийского происхождения. А венецианцы стремились к независимости. И теперь на их флаге красуется лев Святого Марка. Венеция – город богатых и для богатых. Город купцов. Когда-то здесь бытовала поговорка, что человек без денег – ходячий труп. Ключевым словом, характеризующим Венецию, является слово «коммерция» – торговля. В конце 15 века торговый флот Сирениссима составлял около 3000 судов. Такой компактный город и такие масштабы торговли. Соль, шелка, ковры, благовония, гвоздика, корица, сандал, имбирь, перец, воск, хлопок и прочее. В Венеции были учреждены первые в мире банки. Упоминания о них найдены в документах 1270 года. Венецианцы создали из денег религию. Деньги не знают ни заслуг, ни чести. Здесь все были равны. Здесь не существовала феодальная система благородного происхождения. В Венеции оказывались вина с критой и корицей из Индии, ковры из Александрии и икра из кафе, сахар с Кипра и финики из Палестины. Гвоздик и мускатный орех привозили с Малукских островов через Александрию. Камфорус Борнео доставляли в лагуну вместе с жемчугом и сапфирами Цейлона. Кашмирские шали лежали рядом с тибетским мускусом, а слоновая кость Занзибара разгружалась вместе с богатыми тканями из Бенгалии. Венеция Венеция – это был город роскоши, роскоши да неприличия. Как выразился Вольтер, роскошь необходима, поскольку стимулирует торговлю. И богачи тратились, богатство должно было поражать. Роскошные дома, чтобы лучше, чем у других, безумные банкеты и праздники, самые красивые куртизанки, произведения искусства, модные безделушки по баснословным ценам и, наконец, и горные дома. Филипп Муне писал, что в XVIII веке Венеция – это зачарованный остров, розовый песок, неведомый странный, светлый и безумный город маскарадов, сиренад, переодевание и развлечений. А еще он писал, что в тот момент, когда все думали, что она умерла, Венеция отбросила на весь мир совершенно новый отблеск. Потеряв всякое политическое значение, она родила самую оригинальную культуру в Италии. Она засверкала вновь и стала мировой столицей удовольствий. И вот наша великолепная Венеция покидает сцену политическую и восходит на сцену театральную. Когда-то Карло Гульдони писал, что Венеция столь необычайна, что невозможно не увидев ее составить себе о ней правильное представление. Карты, планы, модели, описания недостаточны. Венецию надо видеть. Всякий раз, когда я возвращался в нее после долгого отсутствия, она по-новому поражала меня. Гондола является бессменным символом Венеции. Она до сих пор живет законами, которые были определены когда-то давным-давно, много лет назад. Великий Гёте, размышляя о жизни и смерти, представлял Гондолу колыбелью, которая нежно убаюкивает сидящего в ней пассажира. У Вагнера Гондола вызывала в памяти ночные сиренады и минуты тишины, нарушаемые ритмично-музыкальными взмахами весел и тихим плеском воды. Когда-то в Гондолах катались галантные кавалеры и таинственные дамы в полумасках, а красавец Гондольер распевал им любовные песни. Романтическая легенда повествует, что Гондола – это вовсе не лодка, а полумесяц, который, не желая бросать нескромный свет на страстные объятия влюбленных, упал с неба и почернел, как только погрузился в промозглую воду Венецианской лагуны. Острый нос и изогнутый конец Гондолы сверкают именно потому, что они произошли от сияющей луны. Дворец Доже – одно из самых экзотических строений Венеции. В Венеции оно похоже на восточное кружево. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией Доже Республики. Во дворце заседал Большой Совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. Доже избирались замысловатым образом из самых богатых и влиятельных семей Венеции. Когда в 1797 году Наполеон положил конец Венецианской республике, к тому времени сменили друг друга 120 дожий. Внутри дворец богато декорирован. Здесь вы увидите работу выдающихся мастеров, таких как Тинторейтто, Веронезе, Тециан. Музейные залы дворца навевают легкую грусть, как туманное воспоминание о былоом величии жестокой и прекрасной Венецианской республики. Музейные залы дворца навевают легкую грусть, как туманное воспоминание. Музейные залы дворца навевают легкую грусть, как туманное воспоминание. Музейные залы дворца навевают легкую грусть, как туманное воспоминание. о ней наполняет гордостью каждый уголок города, где нарисованы на холсте и дереве, вырезанные из мрамора и камней, отлитые в бронзе, вечный хранитель Венеции крылатый лев святого Марка гордо и величественно указывает на слово Божье. В 16 веке в Венеции насчитывалось около 500 садов и палисадников, больших и маленьких. В садах разбивали цветочные клумбы, сажали фруктовые деревья, на которые вешали клетки с певчими птицами, создавая что-то вроде райского сада. По улицам тогда носился аромат фруктов, жасмина и роз, а молодые венецианцы дарили на день святого Марка своим возлюбленным розовый бутон. В каждом приходе имеется своя площадь со своими колодцами, общественными пекарнями, винными складами, мастерскими портных, фруктовыми лавками, аптекарями, школьными учителями, продавцами дров, сапожниками и прочими ремесленниками. Покинув территорию одного прихода и вступив на территорию другого, можно подумать, что ты покинул один город и приехал в другой, пишет Сансурино. Поют на улицах, на площадях и на каналах. Торговцы поют, продавая свои товары. Рабочие поют, возвращаясь с работы. Гондолеры поют в ожидании своих господ. Основа венецианского характера является веселость, а основа венецианского говора – шутливость. Два выдающихся сына Венеции оставили литературное наследие, которое трудно переоценить. Один из них – выдающийся драматург Карло Гольдони. Он написал множество театральных пьес, трагедий, трагикомедий, поэтических драм и мелодрам и оставил нам мемуары. Нам, беззаботным итальянцам, привыкшим к шуткам, песням, танцам, нам дорог час в тени гондол, а труд оставим иностранцам. Другой из своей жизни сделал и комедию, и трагедию, и фарс, и тоже оставил обширные мемуары, по которым мы до сих пор изучаем в жизни нравы людей той беззаботной эпохи. Имя его Джакому Казанова. Мадам де Пампадур спросила меня, а правда ли, что я из тех краев? Каких именно? Венеции. Венеция, мадам, не край, Венеция – центр. Как это было принято во все века, вокруг неординарных личностей всегда создавалось множество легенд, еще более неординарных и необыкновенных. Говорили, например, что Казанова вовсе и не умер в богеме. Напротив, после французской революции он вернулся в Венеции. Там он проводил некромантические ритуалы, чтобы обрести себе бессмертие и до сих пор живет в своем нетленном теле. Другие говорят, что он возрождается в каждом родившемся венецианском младенце. Жуть какая-то. Стефан Цвейк не очень любил Казанову. Он охарактеризовал его как человека, страстно преданного наслаждением, типичным пожирателем мгновений, к тому же наделенным со стороны судьбы и фантастическими приключениями, со стороны ума демонической памятью, со стороны характера абсолютной нездержанностью. Венеция – город тайн. Казанова, характеризуя венецианцев, говорил, что их самая известная черта – делать тайну из ничего. А что же сам Казанова кажется в его жизни нет тайн? Она очень проста. Как он сам признавался, главнейшим делом моей жизни были чувственные наслаждения. Более важного дела я не знал никогда. Так жила Венеция XVIII века праздниками и чувственными наслаждениями. А еще Венеция жила в маске. И маска была не только частью карнавала, но и частью повседневной жизни, которая сама была похожа на карнавал. Закончился карнавал 2020. Пришло время прощаться. Не теряйтесь в чужих городах. Это все или не все? Я вообще не хочу прощаться с Венецией. Вообще не хочу отсюда уезжать. Давай, я останусь здесь. Все, я здесь остаюсь. Да бог с ними. Я остаюсь здесь, я остаюсь навсегда. Здесь у нас справа, видите, дворец Дожи. Слева Санта-Мария де ла Салюты. Море. Мне очень нравятся гондолы.